Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Предлагаю снова вернуться на финансовые рынки и проанализировать ситуацию прошедших торговых суток, того, что же интересного произошло на финансовых рынках и как это может сказаться на тех идеях и целях, которые мы поставили уже многие месяцы назад. В ходе этого брифинга, как и всегда, я анонсирую очередное кодовое слово, которое позволит вам получить бонус на пополнение плюс к тем акциям, которые действуют в рамках Аммакетс. Воспользоваться этим бонусом предельно просто, нужно связаться с вашим персональным менеджером и поменять это слово на бонус на пополнение. Сегодня величина бонуса 6,5% и действует он, соответственно, до следующего брифинга, который пройдет завтрашним утром. Ну а теперь давайте не будем терять времени, переходить к нашему привычному сценарию и начнем, как и всегда, с позиции черного золота. На текущий момент актуальная котировка 49.32. Мы видим то, что бренд все-таки продавил поддержку, мы ожидали, собственно, это. Поддержку в районе 50 долларов за баррель уже торгуется ниже и, соответственно, сохраняет коррекционный потенциал для еще большего ослабления. Почему? Ситуацию касательно реальных факторов, которые должны способствовать, опять же, ослаблению позиций бренда и WTI, мы описываем практически каждый день, отмечая то, что прежде всего нужно с особым доверием относиться к более реальной статистике, не ожиданиям, а фактам и цифрам. И за последнее время, за последнюю неделю у нас было достаточно дополнительных аргументов, опять же, через цифры, через факт роста объема производства в рамках ОПЕК и США, сделать ставку на то, что ключевой фундаментальный фактор стратегической разгрузки бренда, который мы наблюдаем уже больше года, это переизбыток предложений, этот фактор никуда не девается с рынка и по-прежнему, соответственно, остается на нем и закладывается в основу идей, предполагающих ослабление позиций нефтяных активов. Сегодня мы ждем официальную статистику от Министерства энергетики США по, соответственно, объемам запасов в главном нефтяном терминале Соединенных Штатов Америки в Кушинге. Но что-то подсказывает мне, что сегодняшняя статистика продолжит череду увеличения запасов прошлых недель, соответственно, добавит нам еще один аргумент в пользу, опять же, оправдания идей, направленных на ослабление позиций бренда. Что касается вчерашней слабости этого актива, я думаю, что, наверное, она была спровоцирована публикацией довольно слабых данных по китайскому торговому балансу. В частности, вчера утром были опубликованы данные по экспорту и импорту. Экспорт просел, как мы также предполагали, минус 1,1%, импорт просел еще гораздо более серьезно, просто катастрофическая цифра, практически 18%, минус 18%. При этом экспорт проседает уже третий месяц подряд, поэтому можно сказать, добро пожаловать в стагнацию, я думаю, что это уже полноценная рецессия. Что касается импорта, здесь уже негативный тренд более выраженный, это 11 месяцев подряд исключительно расчаровывающих и неудовлетворительных данных. Разумеется, эти отчеты снова посеяли опасения за стабильность и устойчивость китайского рынка, ну и, разумеется, за общий темп экономического ставления мировой экономики. И я абсолютно уверен в том, что эту статистику уже можно начинать проецировать на абсолютно объективные, и логичные в связи с этим слабые макроэкономические данные по общему показателю ВВП. То есть, темпом экономического расширения Китая эту статистику мы будем анализировать уже в следующий понедельник. Поэтому, забегая вперед, хочу отметить, что, скорее всего, с большой долей вероятности мы увидим еще одно снижение, что в целом позволит вернуться в очередной раз к тем прогнозам, которые были поставлены со стороны рейтинговых агентств, но и к нашей субъективной оценке касательно того, что жесткая посадка Китая продолжается. А значит, сырьевые товары, которые, разумеется, будут зависеть от общих показателей спроса со стороны мировой экономики, а барометром здесь выступает Китай, сырьевые товары пока сохраняют, собственно, для своих ценовых перспективов серьезный фактор, разумеется, разгрузки и коррекционной динамики. И только благодаря тому, что Китай продолжает разочаровывать рынки, нам это, конечно же, на руку, потому что нам, конечно же, нужны серьезные факторы, которые позволят нам оправдать наши инвестиционные идеи. Стоит сказать Китаю спасибо, конечно же, за слабости. Но в целом, хотелось бы добраться до нашей долгосрочной цели по бренду, которая находится в районе 40,5, но там даже мы ставили цели ниже, то есть долларов за баррель. Я думаю, что при неизменности текущего новостного фона мы сможем добраться до этой поддержки. Из дополнительных сообщений стоит отметить, что все-таки встреча ключевых производителей пройдет, вроде бы как, не буду 100% говорить, что это уже подтвержденный факт, но вроде бы как по тем сообщениям и новостям, которые я видел в средствах массовой информации, эта встреча может состояться 21 октября. Еще раз напомню, что сам факт этой встречи не означает то, что будет выработана какая-то согласованная позиция, которая позволит в целом ключевым производителям перейти к полномерному снижению объемов производства. Поэтому если, скажем, отталкиваться от этого новостного фона, то нужны, конечно же, прорывные решения, которых на текущий момент по-прежнему нет. И сам факт того, что бренд практически никак не отреагировал на эти сообщения, которые появились в СМИ, я думаю, что нефтельный актив также прекрасно понимает, что для того, чтобы на рынке снова становился буст и ускоритель для восходящего движения, соответственно, нужен фундаментальный фонд несколько другого, соответственно, порядка. Поэтому мы снова возвращаемся к нашим основным идеям, которые предполагают именно ослабление бренда. И судя по тому, что мы наблюдаем в последние дни, действительно, нефть тяготеет и более к коррекционным уровням. И я считаю то, что это абсолютно оправданно и обоснованно. И в целом можно даже констатировать то, что тот бычий выпад, который мы наблюдали на прошлой неделе, наверное, можно охарактеризовать исключительно как ложный. Поэтому ждем дальнейшего ослабления. Следующая цель 47. Думаю, что, может быть, при соответствующем новостном фоне, к примеру, если сегодня запасы неплохо подрастут, до 47, мы также сможем добраться уже до конца этой недели. Что касается российской валюты. Актуальные котировки в 63. То есть видим то, что рубль снова вошел в вектор планомерной девальвации, реагируя на ослабление позиций черного золота. Поскольку бренд уже торгуется недалеко от уровня 49, а на премаркете мы видим котировки по паре USDRA по 63, я думаю, что сегодня вектор ослабления продолжится, и, быть может, пара сможет закрепиться уже выше 63,50. Дальше 65, 67 и наша долгосрочная цель 70. На рынке по-прежнему нет более объемлющего и влиятельного фона на перспективы рубля, нежели ситуация с нефтью. Поскольку мы уже сделали ставку на то, что бренд по-прежнему сохраняет куда больше оснований для продолжения коррекции, значит, мы делаем такую же ставку и на ослабление курса национальной валюты. Впереди налоговый период. Опять же, за последние 4 месяца он практически никак не сказался на курсе национальной валюты. Ну, может быть, в этот раз мы увидим какое-то исключительное влияние, и поддержка будет оказана. Но если это произойдет, конечно же, мы это сразу же заметим. И в целом нужно прекрасно понимать, что если поддержка будет, она будет носить только исключительно локальный, краткосрочный характер. Потому что общие среднесрочные и долгосрочные взгляды, они формируются уже под влиянием позиций черного золота. Ну и что касается приближающегося заседания, уже в конце этого месяца состоится очередная встреча монетарного руководства от Центрального банка России, где поднимут вопрос о возможности снижения процентной ставки. Если пара USDRA продолжит торговаться ниже 65, есть действительно вероятность того, что ЦБ анонсирует еще один шаг по экономическим стимулам, то есть по снижению ставки рефинансирования с 11% до 10%. Если это произойдет, я думаю, что для национальной валюты будет создан еще один фактор разгрузки, поскольку трейдеры, участники рынка, снова начнут спекулировать на тему потенциального роста в уровне инфляционного давления в стране. И если это действительно будет так, если этот негативный сценарий будет реализован, это непременно скажется на потребительской активности и приведет к еще более выручающим показателям по темпам экономического роста. Но это опять же только ожидания. Отмечу также, что на ожиданиях далеко не увидишь, но в целом этот новостной фон нужно иметь в виду и прекрасно понимать, какие перспективы сейчас вырисовываются перед российским рынком. А в целом ждем еще большего ослабления рубля и, соответственно, движение пары USD-RUB выше уровня 65. Идем дальше. Европейская валюта. Актуальные котировки примерно рядом с уровнем 1.14. Вчерашняя торговая сессия оказалась очень, скажем, неплохой для медведей, но только с точки зрения статистики, потому что по факту ценовой динамики мы коррекции не увидели. Напротив, на текущий момент видим, как евро-доллар торгуется рядом с сопротивлением 1.14. Объясняя, опять же, вчерашнее бычье ралли локального характера, можно снова вспомнить про данные негативного толка по Китаю, экспорту и импорту. Разумеется, в случае публикации слабых макроэкономических данных из Поднебесной повышается спрос на защитные активы, японское иену, франко, золото и облигации. И этот сценарий я уже неоднократно обозначал. Он присутствует на рынке всегда, особенно после того, как на Китай мы стали обращать, наверное, самый большой фокус внимания. Если статистика по Китаю создает предпосылки для дополнительной паники и провоцирует опасения за устойчивость и стабильность в целом всей мировой финансовой системы, тогда трейдеры логично реагируют на эту статистику, переходя в более безопасные инструменты. В данном случае европейская валюта растет на этом фоне в связи с тем, что евро из-за низких процентных ставок используют как валюту финансирования для операции керри-трейда. И этот сценарий, он сохранится и дальше. То есть, как осрочно, если мы будем анализировать, опять же, следующие порции макроэкономических данных, через неделю, через две, мы должны прекрасно понимать, что если статистика на азиатской торговой сессии создает основания, опять же, для негатива в рамках фондовых секций мировой экономики, тогда, как осрочно, на евро можно делать ставку касательно роста. Но долгосрочные и среднесрочные, это как раз те оценки, которых мы придерживаемся, они предполагают обращение внимания на совершенно другой информационный фон. И он связан, опять же, с реакцией на макроэкономические данные уже европейского региона. И их слабость провоцирует нас на ожидание дополнительных мер экономического стимулирования со стороны ЕЦБ. В частности, из статистики вчера стоит отметить данные по индексу потребительских цен Германии. Напомню, что некоторое время назад именно падение индекса потребительских цен Германии стало предвестником такой же удручающей статистики по еврозоне в целом. Я думаю, что ситуация, скорее всего, повторится и на этой неделе. То есть, мы получили еще одно подтверждение того, что уровень инфляции тяготет к более низким значениям, даже к отрицательным рубежам. Значит, в эту пятницу, когда мы уже продолжим следить за индексом потребительских цен в еврозоне, у нас будут основания полагать, что этот отсчет продолжит находиться в отрицательной территории и, соответственно, снова усилить накал страстей касательно ожидания новых мер экономического стимулирования. Следующее заседание ЕЦБ пройдет 22 октября, и, быть может, именно на нем мы услышим от руководства европейского мегарегулятора касательно того, что экономика уже действительно не может обойтись без дополнительных мер экономической поддержки. И речь может пойти о расширении программы количественного смягчения, может быть, даже до 80 миллиардов евро в месяц. На текущий момент эта программа составляет 60 миллиардов. Поэтому, разумеется, этот фактор является сейчас ключевым для потенциальной долгосрочной слабости главного валютного риска. И именно из-за того, что этот новостной фон еще остается на повестке обсуждения, рейтинговые агентства и инвестиционные банки по-прежнему не отказываются от своей долгосрочной идеи, которая предполагает даже возможность движения пары евро-доллар, может быть, к середине следующего года, в район паритета. Но у нас цели, конечно же, скромнее. Нам нужно сначала 1.10 и в идеале добраться до значения 1.05. Если программа количественного смягчения будет расширена, соответственно, для этого будут созданы все условия. А следующий макроэкономический отчет, также европейского происхождения, это оценка бизнеса ожиданий ZYU. Очередой негативный отчет, который указывает на то, что немецкие промышленники явно не очень-то, скажем, оптимистично настроены касательно перспектив национального рынка. Я думаю, что свою лепту внес, конечно же, скандал с немецким гигантом, автоконцерном Volkswagen. И также, конечно же, если будем оценивать прошлые релизы, очень много негатива было связано с ожиданием продолжающегося охлаждения мировой экономики и слабости развивающихся рынков, вследствие чего будет страдать спрос и, разумеется, снижаться объемы производства. И напомню, на прошлой неделе, когда мы, опять же, следили за динамикой промышленного производства, и, опять же, производственной активностью немецкого промышленного сектора, мы видели одно сплошное падение, что позволило нам даже констатировать уже реальную стагнацию. В общем, все реализуется сейчас в негативном ключе, и в целом слабость ведущей экономики валютного блока должна подталкивать, разумеется, трейдеров, ориентированных на долгосрочные инвестиционные идеи, на то, что эта слабость будет транслироваться и на всю экономику валютного блока. То есть, в целом, опять же, слабость валютного блока станет еще одним аргументом, в пользу того, чтобы ЕЦБ наконец-таки стал более проактивным и помог экономике через дополнительные меры экономического стимулирования. Идем дальше. Доллары японская иена. Актуальные котировки 119.60, и продолжаем мы находиться в узком канале, чуть ниже 120. То есть, по итогам вчерашней торговой сессии поддержка 120 снова не устояла. Доллар сдал, соответственно, несколько десятков пунктов своему основному конкуренту. И здесь, как я уже отметил в начале брифинга, ставку нужно сделать, опять же, на слабые данные по Китаю, которые спровоцировали повышенный интерес именно к японской иене. В этом свете, конечно же, доллар оказался локальным аутсайдером, и в лидеры выбилась японская валюта. Также вчера состоялась конференция Булларда, который в очередной раз представитель ФРС отметил, что необходимо уже сейчас переходить к повышению процентной ставки. Но единственное «но» здесь стоит обязательно отметить, такой нюанс, связанный с тем, что Буллард не является голосующим членом. То есть, у него будет такое полномочие только с 2016 года. Но позиция в целом понятна, и мы прекрасно понимаем то, что общий фокус, опять же, взгляда руководителей региональных ФРБ, которые будут голосовать, отдавать, соответственно, свою оценку за изменение денежно-кредитной политики, сейчас смещается в пользу все-таки ужесточения монетарной политики. И мы, соответственно, в связи с этим, в связи с этими ожиданиями, не отказываемся от идеи, возможности увидеть повышение процентной ставки в рамках ФРС до конца 2015 года, что в целом позволяет нам и дальше придерживаться долгосрочной идеи, связанной с ростом американца и против японской иены движения в район 125. В пользу возможности реализации этого сценария говорит и соответствующий фон со стороны японского мегарегулятора, поскольку мы знаем, что в конце этого месяца, 30 октября, когда состоится очередное заседание Банка Японии, на фоне тех рисков, с которыми сталкиваются на текущий момент японской экономики из-за падения темпов экономического роста, производства из-за резкого падения инвестиций и по-прежнему сохраняющихся рисков для еще большего снижения индекса потребительских цен, есть вероятность того, что и Банк Японии также будет расширять программу количественного смягчения. 30 октября японские власти будут пересматривать прогноз экономики на ближайшие полгода, прогноз по темпам экономического, точнее по темпам инфляционного расширения и, соответственно, разумеется, коснется программы количественного смягчения, которая и направлена на стимулирование экономики и достижение более оптимальных показателей экономического развития. В общем, очень много сейчас трейдеров делают ставку на то, что расширение программы количественного смягчения может произойти, но мы присоединяемся к этой идее, по крайней мере, и я, и отмечая то, что этот фонд может стать еще одной причиной долгосрочной слабости японской иены и позволите, соответственно, паре USD и иена двинуть выше тех ценовых уровней, на которых она торгуется на текущий момент. Идем дальше. Британец. Вчера, собственно, фунт оказался действительным героем дня, потому что мы анализировали очень важный отчет индекса потребительских цен, который, разумеется, влияет на сроки повышения процентной ставки. Это главная тема, которая составляет основу для спекуляций всех трейдеров, следящих за перспективами британской валюты. И, судя по тому, как бренд активно терял и сдавал пункты против своего основного конкурента доллара, стало ясно, что действительно статистика разочаровала. И месячный и годовой показатель по инфляции ушел на отрицательную территорию. То есть это дефляционные риски, точнее уже реализованные факты дефляции, что в целом никак не настраивает, соответственно, участников рынка на готовность к повышению процентной ставки. В таких условиях принимать решение об ужесточении монетарной политики, на мой взгляд, абсолютно глупо. Кроме того, очень много дров наломал и сам Банк Англии по итогам вчерашней торговой сессии, отметив, что, опять же, повышения процентной ставки не будет в ближайшее время. И, кроме того, был подчеркнут факт чрезмерно дорогого фунта, который наносит серьезный вред конкурентоспособности национальных производителей. И в связи с этим задумываться даже нужно не о повышении процентных ставок, а о дополнительных мерах экономического стимулирования, либо через снижение процентной ставки, либо через расширение программы выкупа активов. На текущий момент она составляет 375 миллиардов фунтов. И я думаю, что эти, опять же, позиции, этот взгляд, предполагающий возможность дополнительной поддержки со стороны Банка Англии, будет направлен, разумеется, на ослабление фунта. И, может быть, в перспективе, конечно же, позволит преодолеть тот период слабых макроэкономических показателей, которые характеризуют британцы за последнее время. Поэтому позиционно вчерашний новостной фунт и, в целом, вся вчерашняя торговая сессия нам ясно дала понять, что потенциал для коррекции британца сохраняется, потому что локальное ослабление, даже если мы не будем говорить по факту open clause, о свечке, возьмем значение low-high, коррекция была в районе 200 пунктов. И я полагаю то, что британец на общем, вот этом, опять же, позиционировании, на переосмысленных возможностях по ужесточению монетарной политики будет тяготить к той цели, которую мы поставили раньше, это поддержка в районе 1,50. Еще хотел сказать пару слов про новозеландца. В частности, сегодня утром состоялась конференция руководства Резервного банка Новой Зеландии и глава Уиллер отметил, что по-прежнему ожидает, или по-прежнему, точнее, уж так сказать, глава Резервного банка Новой Зеландии отметила необходимость дополнительной поддержки для экономики через доп. экономические стимулы. В данном случае, если речь идет о Резервной банке Новой Зеландии, мы прекрасно понимаем, что подразумевается возможность снижения процентной ставки. И Уиллер так и подчеркнул, что уже на заседание 28 октября ставка может быть снижена на 25 байсных пунктов. Я считаю то, что это произойдет, скорее всего, даже со стопроцентной вероятностью. И после этого, до конца года, нас, скорее всего, будет ожидать еще одно снижение процентной ставки, что в целом возвращает, опять же, участников рынка к осознанию того, что Новой Зеландии сейчас существенно перекуплен и против доллара должен стоить гораздо ниже. Соответственно, актуальные котировки 0.6670, но я отмечал то, что есть все основания до конца этого года добраться до значения 0.62, может быть, даже и до поддержки 0.60. Такая же коррекционная динамика характерна на текущий момент и для австралийца. Еще раз напомню, величина бонуса на сегодня 6,5%. Что касается кодового слова, это розница. Как раз это слово приурочено к самому важному макроэкономическому отчету сегодняшней торговой сети. Это розничные продажи в США. Они будут опубликованы в 15.30 по московскому времени. Большое спасибо за внимание. Если есть вопросы, ждем их на нашем официальном канале на YouTube. И оставляйте их под видеоокном. Всего доброго. До свидания.